Агрокомплекс Горки-Вторые известен далеко за пределами Московской области, как лидер по внедрению новейших технологий. На сегодняшний день предприятие насчитывает 850 голов дойного стада, общее поголовье порядка 1400 голов. На сегодняшний день валовой надой в среднем 18 тонн. Из этих 18 тонн я хотел бы особо отметить то, что порядка 4 тонн в день уходит в реализацию для жителей Одинцовского района. 36 лет назад с дипломом Тимирязевской академии работать зоотехником в Горки-Вторые приехала Лилия Ходосевич. Тогда хозяйство располагалось в Знаменском, практически на Рублево-Успенском шоссе. Новаторский стиль коллектива понравился молодому специалисту. Здесь перешли на беспривязные содержания скота и экспериментировали доить коров под музыку. 5 мая 2002 года мы перешли на эту систему. До этого у нас была обыкновенная линейная дойка. И с тех пор у нас стало постоянно звучать музыка. Это третий день. Вы как ученый-селекционер считаете это помогает? Ну, я считаю, что так. Помогает. Незабываемые страницы истории. Однажды познакомиться с опытом работы животноводов в Знаменской приехал премьер-министр Израиля Шарон. В честь него новорожденной телочке Лиля дала имя Шара. В декабре 2008 года встречали премьер-министра России Владимира Путина. Животноводческий комплекс тогда, после объединения фермы Знаменской и Звенигородской, находился уже в Ершово. Здесь проводился новый эксперимент. Холодный метод содержания молодняка. И новые волнения были у зоотехника. Как уберечь животных от непогоды, сквозняков? Какие условия сегодня? Позволяют ли они получать экологически чистую продукцию? И много. Позволяют. У нас для этого сделано все. Проведена реконструкция, построен новый творожный цех. Все это позволяет для того, чтобы получать хорошую экологическую продукцию в нашем хозяйстве. В кабинете генерального директора предприятия хранится коллекция наград, кубки, дипломы, благодарственные письма, памятные фотографии. Каждый год, 20 лет подряд, селекционер Ходосевич выезжает на конкурс «Звезды Подмосковья» со своими буренками, выращенными в горках. И никогда ее команда не возвращается без наград. Легендарная корова «Ниша» дала самый высокий в регионе пожизненный надой – более 100 тонн молока за 7 лактаций. Мы не останавливаемся на достигнутом. И я думаю, что еще много есть вопросов, которые надо решать в рамках нашего хозяйства. Планировать новые прорывные технологии позволяет и поддержка администрации Одинцовского района. Таких действий мы не видели никогда. И такой помощи, и поддержки. Выстоять и уверенно держаться на ногах Ершовскому комплексу позволяет собственная продукция, которая пользуется большим спросом у населения. Лили Павловна после проверки качества молока Еврокомиссии с гордостью назвала результат. Высшим сортом сдаем молоко. 90% нашего молока идет на детское питание.